Салам алейкум. Почему Муавия не признают преступником? Почему Муавия не признают преступником? Алейкум асалам. Здесь несколько причин, да, и я приведу два важных фактора в этом вопросе. То есть, наверное, необходимо сначала разъяснить вообще сам вопрос, что в чём сам вопрос заключается. А вопрос заключается в том, что Муавия, Ибн Абисуфьян, сражался с его светлостью Алибн Абитальвом, алейкум асалам, сражался с его сыном, имамом Хасаном, алейкум асалам. Одним словом, враждовал Сахал-Аль-Бейт. А вражда Сахал-Аль-Бейт — это не просто преступление. Задающий вопрос говорит, почему его не признают преступником. Имеется в виду в суннистском мире. Вражда Сахал-Аль-Бейт — это не просто преступление, это насибизм. А насибизм, согласно как суннистскому учению, так и шиитскому учению, является вероотступничеством. Ибо Аль-Бейт являются опорой ислама. Есть верующие люди, есть обычные мусульмане, есть люди, которые являются последователями ислама. Но вражда с ними не является враждой с исламом и с Аллахом. Но в исламском учении есть группа людей, вражда с которыми является враждой с исламом. И это кто? Это только сам посланник Аллаха и Аль-Бейт. Именно вражда с этими людьми является враждой с исламом и с Аллахом, и является насибизмом, и как следствие вероступничеством и выходом из ислама. И в этом вопросе вообще нет никаких разногласий. То есть между суннистскими и шиитскими учеными нет никаких разногласий в этом вопросе. Но здесь возникает удивительный вопрос, который и задается в данном случае. Что почему раз так, все же признают, что он воевал с Алибином Италибом, алей-салат-в-салат-в-салатом, все же признают, что он сражался с Хасаном и Алибином, алей-салат-в-салатом. Почему? Здесь есть несколько очень важных факторов. В суннистском учении есть некое положение, которое делает суннитов слепыми, глухими и немыми. Положение, которое затыкает уши, глаза и рот суннистским ученым. Это теория справедливости сподвижников. Кто такие сподвижники? Они говорят, что сподвижники это мусульмане, которые застали посланник Аллаха, салаллаху, алей-салат-в-салатом, и увидели его. То есть любой человек, который принял ислам и увидел посланник Аллаха, салаллаху, алей-салатом, является сподвижником. И наряду с этим в суннистском учении признано, что все эти люди, все эти сподвижники являются справедливыми. Справедливыми. Они не просто мусульмане, они не просто верующие, они еще и справедливые. Удуль. Справедливые. И вот это вот положение, которое по какой-то нелепости они признали для себя, приняли для себя, по каким-то удивительным причинам приняли для себя, вот это вот положение не позволяет им как-то плохо отзываться о тех людях, которые были мусульманами при жизни посланника Аллаха, салаллаху, алей-салатом, и при этом видели его, встречались с ним, сталкивались с ним. И, конечно же, Муави был из числа таких людей. Он принял, при завоевании Мекки принял ислам, и, естественно, он виделся, видел пророка, салаллаху, алей-салатом, и, как следствие, он является сподвижником. То есть вся вот эта вот масса людей, разные совершенно люди, которые были мусульманами и одновременно видели посланника Аллаха, салаллаху, алей-салатом, они являются сподвижниками, и все без исключения, без разбора, мы не будем исследовать, мы не будем разбираться, мы не будем интересоваться. Хорошие были, нехорошие, следовали ислам, не следовали, были привержены учению посланника Аллаха, салаллаху, алей-салатом, или не были, мы не будем в этом разбираться. Они все справедливые. И затыкают уши, глаза и рты, затыкают таким крепким материалом, что заставить их узреть, услышать довольно-таки сложно. Это первая причина. Еще одна причина очень важная. Вообще, Муавия является одним из лидеров амиядов. Амияды отчасти являются основоположниками исламской религии. И в особенности, здесь очень... Сунистской религии, прошу прощения. Сунистского учения. И в особенности, Муавия и Бенаби Суфян, который на этом поприще, наверное, сделал больше, чем все остальные амияды. Это был очень хитрый, в каком-то смысле даже дальновидный человек, который очень умело использовал деньги и свою власть для того, чтобы подстраивать ислам под себя. И именно следствие этой хитрости, этой политики и стало возможным убийство семейства посланника Аллаха, с сыном Муавии, езидом. Езид истребил практически все потомство его светлости, посланника Аллаха, салаллаху алейхи в салам, при Кирбеле. Почему? Потому что Муавия очень долгие годы преподносил их как врагов ислама. Именно поэтому, когда головы имама Хусейна, алейхи в салам, и других членов семьи его светлости, посланника Аллаха, салаллаху алейхи в салам, привели в Дамаск, в Дамаске отмечали в связи с этим праздник. Почему? Потому что с их точки зрения были убиты враги пророка, враги ислама, враги Аллаха. Почему? Потому что Муавия это пропагандировал. И вследствие того, что Амияды, и в частности, и в особенности Муавия и Бинамсуфян являются основопорожниками суннистского учения, и, конечно же, к именно Муавии и Амиядам особое отношение в этом учении. И даже обратите внимание, сунниты себя часто любят называть ахлю сунна валь-джама'а. Валь-джама'а. Вообще, когда им задумывались, что это такое, что такое валь-джама'а. Ну и понятно, ахлю сунна, они считают, что они являются последователями сунны, посланника Аллаха, салаллаху алейхи в салам. Но что такое джама'а? Обратите внимание, в суннистских источниках неоднократно говорится о том, что когда Муавия заключил мирный договор с его святлостью имам Хасаном, алейхи в салам, то есть у них была война, в этой войне, в каком-то смысле, потерпел поражение имам Хасан, алейхи в салам, и вынужден был заключить пойти на мирное соглашение с Муавией. И когда вот это произошло, и по этому мирному соглашению власть должна была перейти в руки Муавии, и Муавия должен был быть халифом, правителем мусульманского мира, вследствие этого мирного договора, этот год был назван Аамуль-Дяма'а. Это позорное событие. Внук посланника Аллаха, с которым Муавия сражался, а сражение с внуком посланника Аллаха, салаллаху алейхи в салам, это есть насибизм, это выход из ислама, напоминаю. Сражался, ради чего? Ради власти. Убивал людей, мусульман, ради власти. И когда он одолел внука и члена Ахля-ль-Бейт, имама Хасана, алейхи в салам, одолел его, нанес ему поражение на поле битвы, физическое поражение. Поражение было не совсем физическое, там много было связано с подкупами и так далее, полководцев имама Хасана, алейхи в салам, там были разные ситуации. То есть, очень много было предательств со стороны сподвижников имама Хасана, алейхи в салам. Так вот, вследствие, то, что было результатом этих позорных событий, стал Амуль-Дяма, год Джамаата. И об этом пишется очень во многих источниках. Например, Аболь Фида в своем Тафсире пишет, что все присягнули Муавьи, то есть, он стал единственным правителем, и этот год был назван Амуль-Дяма. Или же Ибн Асагир в истории Дамаска пишет, что люди все присягнули ему, и этот год был назван Амуль-Дяма. И об этом же пишет также Ибн Саад в своем Табагате, и об этом также пишет Табари в своем тарихе, в своей истории. Вот что пишет Табари. Фабая насу Джамиян Муавиа фа киля Амуль-Дяма'а. Что все люди присягнули Муави, и этот год был назван годом Джама'а. Так вот, подумайте сами. Люди, которые даже в своем названии используют, вот это вот отвратительное название Аль-Дяма'а, которое взято именно вот с этого события, этого позорного, этого черного, этой черной истории, исламской истории. Да, почему? Потому что по поводу того, что произошло там, по поводу этого мирного соглашения и этого так называемого года Джама'а, даже в священном Коране имеются аяты. Причем не один аят. Ну, это уже отдельный вопрос. И это событие названо в священном Коране фитной. Само событие. И сам имам Хасан, алейсалат ва салам, когда власть перешла к Муави, сказал людям, что это фитна для вас, что власть этого человека для вас фитна. Так вот, эти люди, это течение, это учение используют в своем названии даже то, что связано с Муавией, связано с этим врагом Ахляль-Бейт, врагом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Поэтому, как здесь можно удивляться, что вот это вот учение, которое возникло вследствие, отчасти возникло вследствие деятельности аммиадов, и в особенности Муавии, к самому Муавии лояльно. Самого Муавию не критикуют, хотя все основания здесь имеются. Согласно сунницкому учению, если быть более правильным, более объективным, объективным, согласно сунницкому учению, он вообще не мусульман, он даже не верующий, он неверный, он наджис, потому что сражался с Ахляль-Бейт, это насибизм, насибизм приводит к наджасату, приводит к тому, что человек становится наджис, он становится вероступником, он становится неверным, он нечистью становится, вражда с Ахляль-Бейт. Не по шиитскому учению, опять-таки повторяюсь, именно по сунницкому учению.